Здравствуйте. Добро пожаловать на канал About Animals. Своеобразный птичий танец снял житель Казахстана на озере Караколь. Сотни розовых фламинго выбрали водоем перевалочным пунктом во время перелета в теплые края. Птицы будут на озере всего пару недель, чтобы набраться сил для полета. Кроме того, караколь является хорошей кормовой базой, так как его воды полны мелкой рыбы и рачков. Фламинго отдыхают, плавают, бродят по мелководью и сливаются в одно большое розовое пятно. Их синхронные и слаженные движения смотрятся как балет. Фламинго – удивительная птица, которая, словно царственная особа, выделяется среди общей массы пернатых. Она грациозна и изящна, а ее розовый цвет может меняться от нежного оттенка до алого. Название птицы происходит от слова «фламе», что переводится как «огонь». Примечательно, что птицы рождаются белого цвета и розовеют в зависимости от рациона. Чем больше пищи, богатый бета-каротином, они потребляют, тем более насыщенным становится цвет. Фламинго внешним видом напоминает журавля или цаплю, такие же длинные и стройные ноги, а также крупные крылья. Но ближайшие родственники этих птиц – это гуси, хотя их вид – далек от грациозности. Фламинго – коллективные создания. Стая называется колонией, порой в нее входят несколько тысяч особей. Встретить птиц можно в теплых краях, где достаточно водоемов и пищи. Самая большая концентрация фламинго – в Центральной Азии и Африке. Эти птички перелетные, а потому их можно увидеть в моменты отдыха в разных странах, таких как Франция, Индия, Испания или все тот же Казахстан. Розовые птицы любят мелководьи из-за особенностей питания. Они не нуждаются в рыбном корме, но употребляют его в моменты голода. Любимая еда фламинго – это рачки, моллюски, планктон. Птицы могут жить в соленой морской воде, если там больше пропитания. Но часто она разъедает даже плотную кожу ног фламинго, а потому пернатые периодически летают на пресные водоемы, чтобы смыть с себя соль и утолить жажду. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.